Если верить Андрею, то это какая-то очень странная задача с приветом, да? Понимаете, вот, ну, все-таки, додуматься до этого, согласитесь, это довольно странно. И заметить, глядя на такие многочленные, x, x квадрат минус 2, x квадрат минус 3x и вот этот, довольно странно. На самом деле, надо знать вещи, просто не додуматься, надо знать формулу для косинуса 2x, надо знать формулу, которая выражает косинус 3x, и тогда-то у нас все и получится. Давайте, 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 давайте посмотрим. От 2 арк косинусов y, это вот что такое? Это надо знать, вообще. Косинус двойного угла, косинус 2фи, это что? Это 2 косинус квадрат минус 1, согласны? Замечательно. Значит, это будет что? Это будет 2y квадрат минус 1. А вот сейчас, пожалуйста, косинус от 3-х арк косинусов и косинус от 4-х арк косинусов. Да, просто специально. Для этого надо знать формулу косинуса тройного угла. Да, 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 да. Ну, только я бы сказал, все-таки не совсем так, все-таки совсем, я уже сказала, надеюсь, плохо. Это косинус фи косинус 2фи минус... Остальное неправильно. Да, пожалуйста, своей рукой сделайте эти выводки. Вы их сто раз делали, никогда не понимая их смысла. Потому что иначе вы бы не говорили мне, что вон та формула, получается, разглядывая многочлены. Сильный квадрат это 1 минус косинус квадрат. Да. Так что минус 3, то есть 2, 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 то есть 2. Замечательно, замечательно. И значит, давайте, собственно, подумаем, как связаны те многочлены, которые у нас написаны. Нет, косинус 4-х ты когда-то тоже сделал? Это, правда, еще легче. Сильный квадрат. Теперь вопрос, как связаны вот эти формулы? Если мы были способны догадаться на вот такую формулу... О, а как это сказать точно? Как это сказать точно? Предыдущая множность на 2у, минус 5, минус 5, минус 5, минус 5. Нет, я не об этом. Я о том, как все-таки конкретно этот многочлен переработать вот в такой. Как переработать вот этот многочлен в этот. И все это сделать единообразно. Мне нужна формула точная. Посмотрите. Посмотрите, кто же вам не дает это. Как связано вот это вот х вот с тем вот у? Что надо сделать? Потому что всякий церковь на степень двойки, которые... На самом деле они отличаются в два раза. Вот если, короче, если там вместо х поставить 2у, и потом вы все разделите пополам, и у нас это просто получится вот в два раза. Еще раз. Как это формулируется? Вместо х поставить 2у, разделить их пополам. Вместо х подставить 2у и разделить пополам. Пн-е от х выразить через косинусы и арт-косинусы. Напишите. И после этого мы посмотрим, как же эта формула связана с косинусами и арт-косинусами. Оказывается, это очень легко. Посмотрите. Андрей уже правильно и правильно прояснил. Проделить на 2. Перед этим вместо х подставив 2у. 2х в квадрате минус 2 разделить на 2. Это будет что? Сейчас. Это будет 2х квадрат минус 1. Поняли? Только лучше 2у. Давайте здесь. 2у в кубе минус 3 умножить на 2у и разделить на 2. Это будет что такое? Это будет 4у куб минус 3у. Сюда подставьте. Будет ровно то же самое. Понимаете или нет? 2у в четвертой степени минус 4 умножить на 2у в квадрате плюс 2 разделить на 2. Что это будет у нас такое? Это у нас будет 8. Понимаете? 16 было 8у в четвертой. Минус 4 на 4 это пополам. Минус 8у в квадрате плюс 1. Ровно такой в четвертой был написан здесь. Понятно? Какая формула? Напишите. Это правда очевидно? Итак, надо k умножить на арт косинус x пополам. И потом результат умножить на 2. Интересно, почему? Какое соотношение? Смотрите. 2у равно x. 2у равно x, да. x равно y пополам. Ой, наоборот, x равно x пополам. Вот я подставил просто. Ну, то есть, чтобы формула стала понятнее, надо было все-таки так написать. Надо было написать так. p катая от 2у пополам, правильно? Да. Ну, давайте, я напишу. p катая от 2у деленное на 2. Это есть косинус арка арк косинусов у. Так, нормально? Да. Нормально. Теперь давайте мы с вами поймем, во что превращается вот эта формула, если с многочленами сделать то, что я вам, собственно, здесь предлагал. А именно, если взять, вместо x подставить 2у и разделить на 2. Обратите внимание, если здесь делишь на 2, собственно говоря, ничего не меняется, да? Значит, надо просто вместо x подставить 2у, так? Да. И во что превращается это тождество? Косинус от n плюс 1 арк косинусов у равняется, умножить на что? Косинус. Косинус от n арк косинусов у минус косинус от n минус 1 арк косинус у. Так? Арк косинус у. Замечательно. Можно ли как-то это понять? Давайте арк косинус у будем обозначать какими-нибудь буквами, например, фи, да? И в результате мы придем вот к какому нужному нам тождествову. Косинус от n плюс 1 фи. Это есть 2 косинуса фи косинус n фи минус косинус n минус 1 фи. Давайте соображать, верна эта формула или нет. Ну, для этого проще всего сделать такую штуку. Взять и вы... Ну, косинус n минус 1 фи перенести туда. И после этого, что у нас будет? Косинус n плюс 1 фи плюс косинус на n минус 1 фи. А теперь вспоминаем... Ну, либо кто знает просто как сумму косинусов преобразовывать в произведение, либо... На статусе было. Нет, я... Известиваю. Полезно в школу ходить, я же не против. Я просто... Для тех, кто удается ходить в школу и ничего не запоминать, есть такая штука, как косинус n фи плюс фи. Косинус суммы это произведение косинусов. Минус что? Произведение синусов. Ну и для косинуса n минус 1. Это будет произведение косинусов. Ну, там плюс за счет того, что знак поменялся. Синус n фи синус фи. Смотрите, вот это вот исчезнет. Останется 2 косинуса n фи косинус фи. Уговорил? Таким образом, господа, есть... Конечно, что называется, приятнее помнить просто такую вещь. Значит, надо взять косинус от n фи косинуса. Это и есть, на самом деле, ответ. Ну, вот в точность, где умножение 2 аргумента и деление пополам. Теперь давайте поймем, зачем же эти многочлены нужны. На самом деле, отчизнете легко доказать, что это фигня кому-нибудь, коммутирует. Во-первых, это не фигня. Во-вторых, это не фигня. Во-вторых, не только легко. Понимаете, когда хорошо подумаешь и говорить нечего. Понимаете, естественно, что как только вы поняли смысл этой штуки, что это на самом деле косинус от n косинусов, то на самом деле вообще ничего у нас больше не нужно. Ну, давайте посмотрим, что такое, что называется, ПКТ от ПЭЛЬТОВА. Давайте, давайте, что такое ПКТ от ПЭЛЬТОВА. Значит, поехали. ПКТ от ПЭЛЬТОВА от х. Значит, это и есть понятно, что такое, да? 2 косинуса к арг косинусов чего? Значит, вместо х надо взять ПЭЛЬТОВА. Все понимают? Вместо х надо взять ПЭЛЬТОВА. Хорошо. ПЭЛЬТОВА от х пополам. Что такое ПЭЛЬТОВА? Это 2 косинуса. Здесь и сусны скобки. Здесь и сусны скобки. Значит, а косинус, это понятно. Здесь что такое? ПЭЛЬТОВА это то же самое, только вместо х подсоединения. Значит, двойка и пополам скатится, да? Поэтому здесь будет косинус, Л, арг косинуса в чего? Х пополам. Ну, как вы считаете? Косинус и арг косинус. Согласно? К умножить на Л это что? Это будет ПКЛТОВА. Да? Это будет КЛТОВА. Это будет 2 косинуса от... То есть, это будет ПКЛТОВА от х.